Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Проблема в отношениях, очень любим друг друга, не можем друг без друга, но я постоянно ссоримся, могу сорваться по любому поводу, наговорить гадости и бросить на день, гадко отцел мой себя, не хочу этого говорить, слова как будто сами вылетают в голове другое. Мне стало казаться, что у нас все стало все равно немного изменилось, все стало грустить всегда иначе при ссорах, и так и к расставаниям. Когда я говорил ему об этом, он отвечал, что это не так, просто привыклая, и поэтому мне так кажется. Когда я провожу это вращение, хотя сам не знает за что, лишь бы было агрессивно и бывает как и я, в общем не знаю, что уже делать. Что делать, чтобы что? Вы как-то вот с целью определитесь. Первое. Второе. Вы пишете, проблема в отношениях. Ну, как бы максимально неопределенно вы здесь это пишете, потому что что значит проблема в отношениях, да? Проблема может быть у вас, проблема может быть у молодого человека, но не в отношениях. То есть, как бы, что такое отношение вообще? Дальше. Очень любим друг друга. Как проявляется ваша любовь? В чем она выражается? Как вы понимаете, что вы любите? Не можем друг с другом. Это похоже на зависимость. Не очень хорошая теория. Зависимость возникает тогда, когда человек пытается опираться, пытается опираться на другого, по большому счёту. Вот, если вы не можете друг с другом, значит у вас отношения, ну, скорее всего, вот такие вот. Ну, зависимые, созависимые. И если это так, то это может быть одна из причин, почему вы ссоритесь. Потому что психика и ваша, и, ну, молодого человека, пытается вас защитить. Она так защищает, да. Люди в зависимых отношениях очень часто действительно, ну, действительно ссорятся. Вот. Потому что себя нужно защитить. Вот. Ссора здесь – это защита. Дальше. Вы пишите. Я могу сорваться по любому поводу, наговорить гадости и бросить на деньги. Здесь это выглядит так, как будто бы у вас есть внутренний некий, может быть, конфликт, может быть, переживание, может быть, страх. А может быть, есть некий элемент, такой элемент, некий. Того, что вы считаете себя недостойным. Недостойные отношения. Вот. Если это так, если это так, то, как минимум, с этим нужно работать. Как минимум. Кроме того, повышать эмоциональный интеллект, чтобы вы понимали, что вообще происходит с вами. Гад-гад-гад от самой себя. Ну. Смотрите. Как это, на мой взгляд, выглядит. Значит. У вас есть определённые чувства. Ну, просто вот определённые чувства есть у вас, определённые эмоции у вас есть. А вы себе эти эмоции запрещают. Ну, т.е. вы говорите, как бы, о том, что, ну, у меня их, вот, не должно у меня их быть. Как бы. Т.е. я не имею права на свои чувства. Говорите. По сути. Вот. Дальше. У вас копятся. У вас копятся, точнее, у вас копятся определённые, ну, определённые переживания. У вас копятся. У вас копится определённый такой, ну, негатив. И, в какой-то момент, получается так, что вы разрешаете себе выразить чувства. Правда, эти чувства вы выражаете, ну, достаточно, скажем так, стихийно. Т.е. это вот именно такая стихийная история. Стихийно, спонтанно. Вероятно, куда более грубо, чем, например, вам бы хотелось. Ну, в общем и целом, оно и понятно. Вы же себя сдерживаете. А потом, вы себя ругаете. Вы себя ругаете потом за свои чувства. Ну, да, ну, ну, вот как бы, ну, за то, что выразили их. Получается. Понимаете, какая штука? То есть, ваша такая реакция, ваша такая вот поведенческая модель, скажем так, связана с тем, что вы себе запрещаете вот, как бы, определённые эмоции. Ну, просто себе, просто себе запрещаете вы это, получается, как бы. И в этом смысле вам, ну, как бы, конечно, тяжело. Потому что, ну, не получается, как бы, выражать-то. Да? То есть, выражать хочется, выразить хочется то, что вас, ну, как бы, то, что вас беспокоит, а не получается. Ну, как бы, вы себе, вот, ну, просто запрещаете, просто, ну, запрещаете себе это. Вот. Вы себе запрещаете выражать свои эмоции. И вам как-то вот нужно себя обязательно, ну, потом вот ещё, получается, ну, поругать. Вот. Понимаете, да? Какая штука. И в итоге, всё это довольно плохо заканчивается. Ну, для нас всё это не очень хорошо. Заканчивается. По итогу. И вот в дорогах. Ну, как бы, хорошая новость в том, что это можно исправить. Это хорошая новость. Не хочу этого говорить, что она будто с вами вылетает, в голове другое. А что в голове это другое? Ну, чего вам хочется? Есть очень хороший такой способ, когда будете чувствовать, в следующий раз, вот такой негатив. Просто дайте себе немножечко времени, да, и спросите себя. Окей, а чего я хочу? Ну, вот сейчас, чего я хочу? На данный момент чего я хочу? Чего я хочу, там, например, от, ну, вот, ну, мужчины, да, от молодого человека своего. Чего я хочу? Вот, попробуйте себе вот задать такой вопрос. Это очень могло бы облегчить вам коммуникации, да, сразу не получится. Сразу не получится, и не надо думать, что у вас сразу получится. Вот, вы привыкли вот так действовать, и вы так, ну, будете действовать. Ещё. Ну, как бы, ну, какое-то время вы так ещё будете действовать, это нормально. Вот, тут самое главное, ну, определённая, так скажем, тенденция. То есть, важно, чтобы вы к этому стремились, вот. И сразу, как только, например, у вас появляется, скажем так, осознание, да, вот, как только у вас появляется понимание того, что вы хотите сразу, об этом старайтесь говорить, собственно, важному молодому человеку. Вот. Это очень хороший момент для выведения отношений на новый уровень. Дальше. Мне стало казаться, что ему на всё всё равно немного изменится, стал вести себя иначе при ссорах и таких расставаниях. А как должно быть? Аноним. А как он должен себя вести? Почему он... То есть, иными словами, вы говорите, что он, если я правильно вас понял, вы хотите сказать, что он стал менее... менее вовлечён. А как должно быть-то? Почему вы считаете, что он должен реагировать, ну, так же? Вот. Ну, вполне может быть, что человек, вот, ну, в этом смысле, да, я просто устал, исполняю, может быть, что человек не хочет больше тратить, как бы, вот, свои ресурсы, на скандалы, на ссоры, вот, а вы такое ощущение, что как будто вы лишаете его такого права. Ну, мне так, по крайней мере, показалось. А я могу ошибаться? Конечно. Я могу ошибаться и могу неправильно здесь, вот, чего-то понять. Но, на мой взгляд, вот, выглядит это всё, ну, именно так. Вот. Поэтому, решать, конечно, вам, ну, вот, в этом смысле, да? Ну, вы решаете, как, как вам действовать. Ну, мне кажется, что здесь вы говорите, как минимум, о своей неуверенности. Вы говорите о своих страхах, вот, и, может быть, именно страх потерять отношения, потерять человека вас стимулирует на то, чтобы так себя вести. Опять же, это неизвестно. То есть, опять же, сейчас это только предположение, вот. Как-то так, я бы ответил вам на вопрос. Ну, то есть, на ваше, на ваше высказывание, так вот. Вот. И он говорит, что ничего не изменилось. Всё, вы, в этом смысле, чувствуете, что, как бы, это не правда, да? Вот. И, естественно, всё это идёт по нарастающей. Вот. Всегда про испрощение, хотя не знаю, знаешь, что, лишь бы было. Ну, такое ощущение, что, вот, в этом смысле вы, хотите, чтобы, ну, перед вами извинились. Как бы. Агрессивнее бывает, как и я, в общем, не знаю, что делать. Ну, агрессия, это история про страх, это про угрозу. Поэтому адекватно реагировать на угрозу, учиться себя, ну, корректно, я бы сказал, защищать, вот. Это очень важная задача, которую, в том числе, научит психолог. Поэтому идеальным вариантом было бы вдвоём обратиться к специалисту. Это идеальный вариант. Вот. Ну, а так можно поработать, в принципе, и с вами пока что одно. Вот. Предварительно вы можете сказать молодому человеку, что пошли на психотерапию. Вот. 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 Особенно знал. Об этом знал, что, вот, какие-то изменения будут у вас. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Всё. Всё.